Кассета первая Блаженный Августин Сократ Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Матфея 16, 26 Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его? 1 Коринфянам 2, 9 В трех частях Краткое содержание книги Предчувствие Вещеведение Двойничество Телепатия Психометрическая способность души Животный магнетизм Духовицы Электрические люди Левитация Телекинетия Медиумизм Вещи сны Сомпамбулизм Гибнотизм Кончина людей Таинственное предзнаменование кончины людей Смерть Явление умерших Мытарство Загробная жизнь Ходотайство живых за умерших О спасении души О воскресении мертвых Бог в природе Душе человека И всемирной истории О конечной цели Человеческой жизни О бытии ангелов О бытии демонов Непокойные дома Духовные средства борьбы с демонами Составил священник Магистр Григорий Дьяченко Материалы для опытной психологии И естественно научной апологии христианства Типография товарищества И.Д. Сытина Валовая улица Свой дом Москва 1900 год От Московского духовно-цензурного комитета Печать дозволяется 14 февраля 1900 год Цензор священник Александр Гилеревский Предисловие Присматриваясь к тому На какие области знания Затрачивает человек свою энергию Не щадя ни сил своих Ни средств Ни времени Дабы приобреть То или другое сведение Завоевать то или иное открытие В области науки Искусства Или промышленности Мы не можем не поразиться Тем явлением Что в большинстве случаев Человек меньше всего Старается узнать самого себя Именно свою внутреннюю Духовную природу Свою богоподобную душу Нацеленную Наделенную столь великими Столь разнообразными И таинственными силами И свойствами Что казалось бы Нужно на время Все оставить Чтобы сосредоточить Все внимание на себе На изучении дивных свойств И проявлений Той духовной сущности Которая и есть носитель Нашего духовно-чувственного существа Если природа физическая Привлекает к себе Пытливый ум Человека настолько Что он бывает Способен посвятить Всю свою жизнь Исследованию Каких-нибудь Микроскопических Насекомых Какого-либо Отдела минералов Или Какой-либо Области Царства растительного Если мы Для пополнения Своих Этнографических Сведений Интересуемся Нравами И обычаями Людей Живущих За морями И океанами Например Жителями Сандвичевых Островов И глубины Африки Если для изучения Истории Земли Человек Спускается В недры Ее С ежеминутной Опасностью Найти себе Смерть На каждом шагу Своих Изысканий То не более ли Способен Возбудить Нашу Любознательность Не более ли Интересы Теоретического И жизненно Практического Представляет Для нас Наш Собственный Внутренний Мир Природа Нашего Таинственного Духа В изучении Которое Мы можем Найти Ключ К разрешению Высших Таин Физической Природы И Собственного Существования И Жизни Из глубокой Древности Давно Раздается Голос Философа Познай Самого Себя Надпись На дверях Дельфийского Храма Сделавшейся Главным Принципом Философии Сократа Возвратись Домой Великий Учитель Западной Церкви Блаженный Августин В познании Самого Себя И своих Духовных Немощи Видит Путь К нравственному Обновлению Род Человеческий Пишет Он Почитает Очень важен Знание Вещей Земных И Небесных Но Гораздо Более Имеет Цены Знания Нас Самих Гораздо Более Достоин Похвалы Человек Которому Известна Его Собственная Немощ Чем Тот Кто Испытывает И познает Пути Звезд А не Ведает Пути Ко Спасению Мудрец Предпочитает Знание Знанию Он Лучше Хочет Знать Своё Бессилие Чем Знать Ограждение Мира Основание Земли И вершины Неба Называя Это Знание Произволением Познай Что Ты Познай Себя Бессильным Познай Грешником Познай Что Ты Запятнан В твоём Исповедании Откроется Пятно Сердца Твоего Сознание Грехов Заставит Искать Врача Но Кто Этот Врач Господь Иисус Христос Вот Высшая Цель Наша Мы Должны Почаще Заглядывать В собственное Сердце Для того Чтобы Через Познание Себя Самих Убеждаться В нашей Немощи И Необходимости Помощи Божией Который Есть Единственный Источник Жизни Бог Источник Просвещения Блаженства Душа Наша Имеет Разум Где Есть Образ Божий Где Обитает Христос Не Зайди В глубину Своей Души И там Во внутреннем Человеке Ты Ободришься Для Уподобления Богу Но Образ В образе Своем Познаешь Виновника Его Бог При нас Он В душе Нашей И потому Истинное Познание Души Неразрывно Связано С познанием Бога Блаженный Августин Ежедневный Опыт Учит Нас Что Нет Большего Несчастья Как то Которое Происходит От Незнания Свойств Души Человеческой От Непонимания Тех Основных Свойств Духа Которыми Обуславливается Зарождение И образование Характеров Талантов И гениев Всемирная История Особенно Средневековый Период Ее Показывает Нам Что Самые Ужасные Преступления Совершались Над Людьми Совершенно Невинными И Потому Только Что Невежественная Толпа Обвиняла Их Как Волшебников Чародеев Ведьм Хотя Перед ней Были Люди Или Владевшие Знанием Психофизических Законов Жизни Например Знанием Гипнотизма Животного Магнетизма И тому Подобное Или Больные Истеричные Самнамбулы Лунатики Загипнотизированные И тому Подобное Которых Следовало Лечить А не Жечь На кострах Страшно Сказать В средние Века Было Сожжено На кострах И утоплено Таких Невинных Людей Более Девяти Миллионов Такова Ужасная Дань Психологического Невежества Средних Веков Но и в наше Время Жестоко Страдают Люди В повседневной Жизни От преступного Незнания Законов И свойств Душевной Жизни Человека В семье На службе В судах И других Сферах Частной Общественной Жизни Мы пожинаем Горькие Плоды Незнания Свойств Духа Человеческого Но особенно Гибельно Отражается Такое Незнание При воспитании Юношества Самая Величайшая Из наук Наука Воспитания Человеческих Существ В достойных Представителей Рода Человеческого Не может иметь Надлежащей Правильности И разумности Если в основу Ее не положено Широкого И верного Знания Свойств Душевной Жизни Человека Довольно Указательное То, например Явление Психологической Жизни В последнее Время Английскими Психологами Твердо Обоснованное Изученное По которому Ни одно Впечатление Полученное Человеком В самом Раннем Возрасте Например Даже в первые Три месяца Младенчества Не пропадает Бесследно И ложится Как материал Для склада Духовно-нравственной Последующей Жизни И выработки Личности Человека Что при Воспитывании Детей Поставить Твердое Правило Закон Оберегать Их Зрение Слух Все чувства От всего Недоброкачественного В духовном Отношении Но кроме Всей Неизмеримо Важной Пользы Знания Душевной Жизни Человека В практическом Отношении Оно Крайне Важное И в религиозно-нравственном Отношении Каковое Отношение Есть Было И будет Первенствующим Что бы Не говорили Против этого Люди Легкомысленные Убедившись Путем Изучения Экспериментальной Психологии В существовании Души Человеческой Как богоподобной Духовной Сущности И всех Ее дивных Проявлений Человек Никогда Не может Увлечься Тем Грубым Материализмом Который Погружаясь В растительные Процессы Организма В следствии Огрубения Одичания И озверения От чувственной Жизни В лице Некоторых Своих Представителей Доходит До того Что Отрицая В человеке Душу Как богоподобную Духовную Сущность Утверждают Своё родство С животными И безумствуют Человек Есть то Что он есть Или Мысль Выделяется Из мозга Так же Как желчь В печени Или Мысль Есть движение Материи Если Око Души Нашей Здраво Не омрачено Греховными Желаниями То Наблюдение На своей Собственной Душой Будет Все более И более Раскрывает Для нас Непосредственно Присущую Нашему Духу Мысль Или Ведение О Боге Что прекрасно Выразил Великий Учитель Церкви Климент Александрийский Кто Познает Самого Себя Тот Познает Бога Равным Образом Беззнания Силы Свой Своей Души Невозможна Истинно Нравственная Деятельность По отношению К себе Другим Людям И Богу Потому что Прежде чем узнать Что должен делать Человек Ему нужно знать Что он Такое Какие в нем Силы И способности К чему он Может и должен Стремиться Как к достижимому Чего должен избегать Как вредного И что должен Оставить Как превышающие Его силы И способности Познав Насколько Возможно Душу Свою Разумную Духовную Свободную И бессмертную Человек С благоговением И радостью Заметит Что она Служит Доказательством Как Неизмеримо Высшей Перед всеми Другими Существами На земле Его природы Так и Существовании Духовно-нравственного Мира Глава Коего Есть Бог То Верховное Существо Духовное Премудрое Всеблагое Свободное Личное И всемогущее Которое Создало Весь Духовно-нрав Чувственный Мир И уготовило Загробную Участь Для Бессмертной Души Человека Назначенной К вечному Блаженству После телесной Его смерти Но Этого Мало Изучение Душевной Жизни Человека Наблюдение Таинственных Явлений В области Психизма Может Доставить Человеку Столь Прочное И может Сказать Опытное Убеждение В бытии Души Ее Бессмертие Что Никакие Сомнения Ни Верия Не могут Поколебать Его веры А Эта Вера В бессмертие Человеческого Духа Осмыслит Всю Его Жизнь И наполнит Ее Такую Радостью Которая Избавит Ее От Самых Ужасных Искушений Жизни И гибельного Пессимизма Часто Приводящего Неверующих К безотрадному Разочарованию Жизнью И самоубийству Послушаем Что Говорит Великий Писатель Достоевский Статья Моя Приговор Касается Основной И самой Высшей Идеи Человеческого Бытия Необходимости И неизбежности Убеждения В бессмертии Души Человеческой Без веры В свою душу Ее Бессмертие Бытие Человека Неестественно И Невыносимо На мой Взгляд Весьма Уже Слишком Уже Большей Части Интеллигентного Слоя Русского Все более И более Срезвычайной Прогрессивной Быстротой Укореняется Совершенная Неверия В свою душу Ее Бессмертие Без Высшая Идея Не может Существовать Ни человек Ни нация А высшая Идея На земле Лишь Одна Именно Идея О бессмертии Души Человеческой Ибо Все остальные Высшие Идеи Жизни Жизни Которыми Может Быть Жив Человек Лишь Из Нее Вытекают Любовь К человечеству Продолжает Он Несколько Далее Даже Совсем Немыслимо Непонятно И Совсем Невозможно Без Совместной Веры В бессмертии Души Человеческой Самоубийство При потере Идеи О бессмертии Становится Совершенно И неизбежной Даже Необходимостью Для всякого Человека Чуть-чуть Поднявшегося В своем Развитии Над скотами Напротив Бессмертия Обещая Вечную Жизнь Тем Крепче Связывает Человека С землею Тут Казалось бы Даже Противоречие Если Жизни Так Много То есть Кроме Земной И бессмертная То для чего Будет Так Дорожить Земной Та Жизни А Выходит Именно Напротив Ибо Только С верой В свое Бессмертие Человек Постигает Всю Разумную Цель Свою На земле Словом Идея Бессмертия Это Сама Жизнь Живая Жизнь Ее Окончательная Формула Главный Источник Истины Правильного Сознания Для Человечества Дневник Писателя 1876 Год Страница 319 И далее При признании Фактов Бытия Души Из-за Огромной Жизни Большинство Нападков На религию Основанных Якобы На Невероятности Ее Фактов Потеряет Свою Силу Вера Не будет Более Поколеблен Усилием Человеческого Ума Постичь Как Жизнь Может Продолжаться И в Невидимом Мире Мысль О смерти Не будет Так Ужасна Чудеса Нового И Ветхого Завета Не будут Нам казаться Остатками Суеверных Преданий Некультурного Века Вызревания Но Так же И те Кто смотрит На психические Феномены Исключительно С научной Точки Зрения Легче Было бы Найти Ответы На многие Неподдающиеся Разрешения Научные Вопросы открылись бы новые области для плодотворных опытных изысканий. Философия и психология получили бы более здоровое и целесообразное направление. Более того, результаты исследований вселили бы в нас непоколебимую уверенность в солидарности всего человечества и в громадном значении для нас невидимого мира. Вера в бытие души человека, в его посмертное существование, в страшный суд Христов и вечную жизнь с ее невыразимым блаженством для праведных и жестокими муками для нераскаянных грешников. Такая вера, безусловно, необходима для поднятия упавших в наше печальное время нравственных идеалов. Время, в которое многие гоняются лишь за чувственными удовольствиями, не разбирая средств для удовлетворения им. Причем злоречия, осуждения, шантаж, клевета, воровство, обман всякого рода, предательство и даже убийство допускаются весьма часто. Далее. Только там, где нет твердой веры в Бога и духовный мир, горячей любви, широкого знания, только там может родиться и найти себе последователей такое вопиющее, дикое учение, как анархизм. Нечего доказывать, что если бы человечество больше работало в направлении познания сущности духа, выиграло бы дело братства и любви. Вероятно, гонители всяких отсталых, в кавычках, мистических наук, под которыми они разумеют учение о душе, о цели жизни, о сомномбулизме, о телепатии, гимнатизме, вещах снахотом и так далее, очень удивятся, если мы скажем, что они-то, эти отрицатели всего таинственного и духовного, служат тормозом для человеческой мысли и духа. Человечество, если оно хочет избавиться от таких ужасных призраков, как анархизм, как разложение семейной жизни, как страшная порча нравов, как гибельное пьянство, как издевательство над нравственными идеалами, как оскудение веры, любви и надежды христианской, как мрачный и ужасный пессимизм наших дней, должно всеми путями, всеми средствами стремиться к гармоническому духовному прогрессу. Прогресс же этот будет неполон без трудов психолога-богословов. Уважать человека можно лишь в вере в его духовно-нравственную природу. Если эта вера, подкрепленная фактами, будет тверда, то сами собой сделаются невозможными убийства, насилие, пламенная или сословная вражда и так далее. У некоторых из нас не только нет веры в духовную природу, но и нет терпимости к людям, пытающимся познать духовную природу. Человечество как бы боится подойти к той области, которую один писатель Оуан назвал спорной между двумя мирами. Не может быть света, когда господствуют материалистические принципы и стремления. Не может быть гуманизма, братства, когда о душе думают столько же, сколько о прошлогоднем снеге. Нельзя жить только земным, только материальным. Стремление забыть о том, что кроме золота, пьянства, разврата, мишуры, пустых забав, есть еще иной мир, более высокий и совершенный. Есть стремление к мраку, к застою, к смерти. Нельзя дрожать только за одно свое материальное благосостояние. Это эгоистическая, жалкая, животная дрожь. Надо надрожать за филовеческое достоинство, которое теперь, именно теперь, в конце века, поруганно и оскорблено дикими материалистами, материалистами, фарисеями, скотоподобными эпикурейцами, человеконенавистниками. Надо надрожать за чистоту духа, которое омрачено малодушием, предательством, эгоизмом, светобоязнью, торжеством грязных темных инстинктов. Анархизм отвратителен, но не потому только, что он стремится разрушить нам наш кровь, кровь, отнять наше достояние, истребить огнем и мечом человеческую жизнь и все то, что служит ей, а потому, что он является олицетворением крайнего преобладания материи над духом, оборотной стороной истинного прогресса и счадием всего дурного, что таится в человеческой природе. Последним словом материализма и неверия в духовную природу. Только этот мир, только тело, только земля признаются им. А отсюда насилие, убийство, разрушение. Нельзя же смотреть на целое движение, на громадный труд пионеров в психической и богословской области, как на непроизвольные движения и галлюцинации загипнотизированных. Не принимайте их слов на веру, но выслушайте их и проверьте потом, потому что если замолчать эти немногие, то кому же останется говорить, если замолчат? Не тем ли для которых жизнь не более, как веселое приключение, а у троба все, в чем мир стоит. На чем? Вера в бессмертие души человека, вера в посмертное существование его за гробом, утвержденное не авторитетными, только свидетельствами божественного откровения и голосом всей христианской церкви, имеющему силу убедительности только для верующих и тех, кто не заражен сомнением неверия, не априорными только соображениями, но доказываемое, так сказать, путем опытных данных психологии и исторических явлений душ умерших людей. Такая вера может устоять против всех нападок неверия и пессимизма и придать высший, идеальный смысл нашей скорбной жизни. Где все априорные доводы в пользу продолжения существования нашей личности по смерти не могут идти в сущность и далее того, что показывает мыслимость, даже вероятность этого существования и ослабляет противополагаемое этим доводам сомнение. Сама по себе это важно и имеет значение, но недостаточно. Здесь, как вообще во всяком фактическом вопросе, желательные доказательства, основанные на фактах, на твердо установленной, неоспоримой реальности. Только таким образом упомянутая возможность восходит на степень несомненной действительности. Если бы такие фактические доказательства были найдены, и упомянутая действительность вполне доказана сообразно с логическими началами опытного естествознания, то это было бы таким результатом, с которым по внутренней силе и значению не сравнился бы ни один из встречающихся во всей истории цивилизации. Старинный вопрос о назначении человека был бы таким образом положительно решен, и все сознание человечества стало бы ступенью выше. Человек знал бы то, что открывалось ему до сих пор лишь в области верования, предчувствий и теплых надежд. Он знал бы, что он член вечного духовного мира, в котором будет продолжаться его жизнь, что временное существование его на земле составляет лишь дробную часть будущей вечной жизни, что ему только там сделается вполне доступно понимание его назначения. Приобретя это глубокое убеждение, человечество прониклось бы совершенно новым, воодушевляющим пониманием своей жизни, идеализмом, сильным фактами. Это равнялось бы полной переработке человека по отношению к его сущности и деятельности, было бы нравственным и умственным просветлением. Тот, кто потерял внутреннюю уверенность в своем вечном назначении, веру в вечную жизнь, будет ли то отдельная личность, целый народ или известная эпоха, у того вырван с корнем источник всякой воодушевляющей силы, способности к самопожертвованию, к цивилизации, он делается тем, чем и должен тогда быть, эгоистическим, чувственным существом, погруженным единственно в заботу самосохранения. Его культура, его просвещение имеет тогда цель лишь служить на помощь и украшение чувственной жизни, или, по крайней мере, устранять то, что может вредить ей. Старинное изречение, давно сделавшееся тривиальным, момента моря, превращается в новое, более серьезное, момента виверы, то есть помни, что ты, наверное, будешь жить, но твое будущее состояние прямо определяется общим результатом здешней жизни, каков бы он ни был, радостен для тебя или нет. Этот вывод в области психизма немаловажен, особенно в такое время, которое издавна привыкло вычеркивать заботу о будущем мире из списка своих повседневных интересов. Тот, кто свободно, научным путем дошел до положительных убеждений относительно этой высшей проблемы жизни, не имеет права молчать в таком важном вопросе и ввиду настоятельной потребности его разрешения. сказав о необходимости и важности изучения свойств и явлений душевной жизни человека, мы должны теперь осведомить читателя, что настоящая наша книга не представляет строго научная работа в области опытной психологии и не излагает научным, отвлеченным языком законов и явлений жизни человеческого духа. Мы задались более скромной задачей представить систематический свод тех фактов и явлений из области так называемой экспериментальной опытной психологии, которые в последнее время подробно изучены, достаточно проверены и сделались известны большинству образованных читателей Германии, Франции и особенно Англии. В нашем отечестве эти факты и явления душевной жизни полны самого живого интереса, неотразимо разбивающие материалистические воззрения на духовно-нравственную жизнь человека весьма малоизвестны, и то благодаря только немногим переводным трудам. Например, физиология ума Карпентера, опытной психологии Гевдинга, душей и телу сочинений Ульрицы, философии мистики Дюппреля, телепатическим явлением или прижизненным призраком Гернея, Подмора и Майерса и некоторых других. Многим прекрасным статьям Аксакова, частью печатавшимся в журнале Ребус, где помещено весьма много ценных работ по психизму, части, изданным отдельно, и труду профессора Московского университета Погодина. Мы не забываем также прекрасных работ профессора богословия Неженцевского лицея, священника отца Светлова и некоторых других авторов. Издавшего лет 30 тому назад книгу под названием «Простая речь о мудреных вещах», которая в настоящее время, ввиду сделанных новых наблюдений, открытий в области экспериментальной психологии, оказывается весьма неполной и во многих отношениях неудовлетворительной. Восполнить существующий пробел в этом отношении и доставить читателю доступную для его понимания книгу, состоящую преимущественно из полных глубокого и живого интереса рассказов о душевной жизни человека, расположенных в известной системе и снабженных необходимыми пояснительными примечаниями и статьями, было нашей задачей. Вся наша книга состоит из трех частей и одного приложения. В первой части изложены рассказы с необходимыми к ним пояснениями, знакомящиеся с свойствами и явлениями душевной жизни человека в бодрестенном состоянии. Здесь считатель ознакомится с способностью некоторых душ предвидеть ближайшее будущее предчувствие и даже отдаленное второе зрение созерцать всю протекшую жизнь в краткое время в течение нескольких минут видеть себя слышать голоса и созерцать образ близких или родных лиц на дальнем расстоянии телепатии непосредственно знать то, что происходит вдали в данное время воспринимать и слышать внутренний голос способности воли действовать на расстоянии угадывать чужие мысли чтение мысли через непосредственное или посредственное прикосновение оказывать целительное действие на некоторых больных животным магнетизм припоминать вдруг весьма давние события скрытая память оказывать весьма сильное влияние духа на тело именно через влияние сознания на телесную природу человека через влияние воли на ощущения через влияние различных состояний духа эмоций на болезненные процессы в теле во второй части сгруппированы рассказы знакомящиеся явлениями душевной жизни в обыкновенном и глубоком сне в частности здесь идет речь о сновидениях об усилении памяти во сне о скрытой умственной деятельности во время сна о драматическом раздвоении сознания во сне о вещах снах о явлениях сомномбулизма и ясновидения гипнотизма и тому подобных таинственных явлениях душевной жизни человека в третьей части помещенной частью рассказа частью статьи о явлениях душевной жизни человека после его телесной смерти удостоверяющая в бытии загробной жизни и посмертном существовании человеческой личности в частности здесь говорится о таинственных признаменованиях кончины людей о явлениях душ умерших людей о смерти о воскресении мертвых о жизни будущего века о спасении душ и тому подобное назначение этого отдела привести читателя к признанию того свойства души человеческой по которому она называется бессмертною в приложение книги мы поместили рассказы свидетельствующие о бытии божьем и бытии свойствах сил бесплотных ангелов и демонов нетрудно заметить тесное отношение этого приложения к нашей книге признание существования души как самостоятельной духовной сущности ведет к признанию и сил бесплотных источника духовной жизни бога а равно как и убеждение в бытии бога и бесплотных сил приведет к признанию той истины что у человека есть разумная свободная и бессмертная душа назначенная к вечной жизни если по прочтению настоящей книги одни читатели укрепят и оживят свою веру в бытие души и духовного мира вообще другие от равнодушия маловерия или неверия придут к признанию истины существования этого мира и